Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня специальный выпуск, можно сказать, очень важная веха в нашей работе, в нашем развитии, презентация нового проекта или новой платформы. Но здесь я буду честен, те, кто в теме знают, что ресурсные центры иностранных языков у нас существуют давно, а речь сейчас идет о новой платформе для этого ресурсного центра, то есть о некой такой перезагрузке, переосмыслении и дальнейшее развитие. Поэтому достаточно много нового будет на этой площадке и постараюсь с этим вас познакомить. Ну, для начала все-таки немножко разогрева, да, ввести в тему, поставить проблему. Иностранные языки в нашей деятельности, в нашей компании, это самостоятельный такой трек и не случайно. Сам по себе иностранный язык, он очень особняком стоит в структуре знаний, как вы все понимаете, и я бы здесь выделил несколько таких вот черт. Ну, во-первых, изучая язык, не получает, собственно, никаких знаний, то, что мы имеем в виду, изучая любую науку. То есть не требуется что-то знать после того, что ты как-то изучил язык. И это, конечно, уже совершенно особое тогда знание, несопоставимое с наукой. То есть это не наука, так скажем, да, которую мы изучаем. Соответственно, совершенно другой инструментарий работы, обучения и так далее. Второе. При этом всем тоже известно, что при изучении языков выдающимся образом развиваются наши когнитивные и интеллектуальные навыки. Второй и последующий язык – это прямо интеллектуальный рывок, очень большое обогащение личности. Ну, по сути дела, это развитие все-таки нашей языковой способности, которая является нашим главным органоном и познания, и существования в мире. То есть человек, который способен вот так перешагивать, перепрыгивать на языки, трансформировать. Просто его интеллект имеет совсем другие свойства и расширения, скажем так, по сравнению с тем, кто живет в одной системе координат. Вот, то есть, ну, понятно, что очень полезно и очень нужно изучать языки чисто вот для себя. Ну, а третья вот фундаментальная такая вещь – то, что, зная новый язык, к тебе открываются целые миры, совершается погружение, встреча с иными культурами, цивилизациями. Чисто вот в вопросах понимания, новая глубина совершенно, я бы назвал, германистическими вратами для путешествия в иные культуры и цивилизации. Жизнь становится намного интереснее и богаче. И это очень помогает нашим путешествиям и в реальные другие физические миры. Но все мы это с вами знаем, кто изучает язык. Еще бы я выделил то, что делает знание языков и изучение их обособлено, то, что языки изучаются во все этапы жизни. И мы знаем, чем раньше это начинается, тем лучше. Вот, и при этом именно эта область знания, как правило, изучается как раз вне университета. Уже до университета мы должны изучить язык. В университете в нормальном случае тоже очень много на него уходит. Но это уже развитие, там, следующие языки, следующие уровни. Там начинается уже общение настоящее профессиональное. Ну, и дальше уже после университета это профессиональное развитие, это использование во всех сферах. В общем, язык это некий эквивалент жизни. Ну, и к этому присовокупляется, наверное, то, что профессиональный отраслевой язык, который и будет, является основным нашим предметом интереса, его тоже, собственно, по-настоящему нигде не изучают. Изучение всегда происходит вот в каких-то начальных стадиях и в школе, и после него. Это уже такая наша специфика. И даже вот в университете очень часто просто изучают язык, тоже, по сути дела, там, в УАЗах. А вот профессиональный язык, язык для профессии, это уже некий высший пилотаж. Это уже, ну, настоящий профессионал, характеристика настоящего профессионала. И все-таки я бы сказал, что за уровень А на уровень Б очень небольшое количество людей могут перейти, а вот то, что мы называем уровень С, то есть владение языком уже в довольно свободном уровне и коммуникативном, и профессиональном, это вообще, ну, скажем так, единица. Но для нашего научно-университетского мира это must-have, это обязательная вещь, в общем-то. Так что вот такие вот вещи, которые нужно оговорить перед, как преамбула для нашей платформы. Ну, и все-таки еще одна очень особая о значимости языков. Я считаю, что вот мы сейчас находимся в расцвете какой-то новой эпохи, которых было, на самом деле, очень немного. Эпоха, когда действительно необходим универсальный мета-язык для общения между цивилизациями. Вот, немного было, потому что два всего. Это два и две такие ситуации. Первая – это греческая, древнеримская эпоха, крупнейшая в истории Римской империи эллинизма, когда действительно удалось охватить одной культуре практически весь цивилизованный тогда мир. И потребовался язык вместе с той интенсивностью культурной генерации, с этим творческим взлетом греческой культуры, потребовалось, чтобы эту информацию распространять. И вот греческий язык был тогда вот таким универсальным языком культуры. И, в частности, в Риме говорили на греческом, как только речь шла о науке, о каких-то серьезных вещах, профессиональный язык. Ну и вторая ситуация, менее уже выражена, но для нас более значимая, это ситуация в средние века, на выходе из них, когда такую роль приобрел латинский. И Европа, тоже много культурная, много национальная, стала выстраивать свои единые институты. Это церковь была, это наука, и в ней использовался латинский язык. В общем, вот такие вот на всплески культуры нужны такие универсальные языки по типу эсперанте, язык науки, культуры, передачи технологий. Мы находимся практически в такой же ситуации, очень интенсивного и цивилизационного общения, и такого взлета творчества. И нам, соответственно, нужен такой язык, которым стал по факту английский язык. Как бы, какие бы геополитические ситуации не происходили, дружественные, недружественные страны, но как раз вот с тем же китайским, с Китаем, например, с нашим восточным поворотом мы будем общаться не на китайском языке, а на английском языке. Так что, вот такая общая ситуация, которую мы все должны понимать, заботиться о нашем языке. Ну, а есть и особые обстоятельства. Я бы вот выделил наши там российские. В России, скажем так, в Америке или Британии очень плохо обстоится иностранным языком, в том числе и в школе. Вот во всех таких базовых культурах, где самодостаточных, так скажем, ну, с английским языком понятно, почему они самодостаточны, да, они и так этот язык эсперанто знают, да, мы самодостаточны по-своему. Вот, но это оборачивается тем, что вот обучение в школе и в мое время обучения, и вот, как я вижу, и сегодня чуть получше, но все равно это сильно-сильно меньше, чем положено. Это только какая-то элитная прослойка, где действительно в школах преподают хорошо, и результат великолепный, спецшколы и так далее. А в целом нам приходится самостоятельно изучать язык, и это, кстати, еще одно вот такое интересное свойство языка. Язык, во-первых, можно изучать всю жизнь, и это будет не просто там познание чего-то, какой-то сферы, это будет действительно внутренним саморазвитием, интеллектуальным, когнитивным, культурным во всех планах. И язык надо изучать всю жизнь, помимо школы. И еще бы один момент я отметил, который вот нашу ситуацию характеризует в последние годы, да, ушли ведущие мировые школы, учебники, платформы, издательств Oxford, University Press, Кембриджского университета, издательство Pearson, вот крупнейшие с наилучшими разработанными практиками и материалами. Вот нам нужно импортозамещение, кто-то там пытается это все добыть, но, в общем, это все равно более сложно. Это один из вызовов, который стоит вот перед нами, перед образованием создать аналоги. И поэтому, конечно, должны создаваться российские платформы. Одну из которых я вам и предоставлю. Почему мы создали, стали создавать эту платформу именно как отдельную, самостоятельную? Ну, как вывод из того, что я сказал, потому что иностранный язык требует самостоятельной платформы. Он не может и не должен быть рядом с другими науками. И процесс обучения происходит иначе, и сами материалы, на которых обучение, они совершенно иные, очень высокотехнологичные, с большим количеством мультимедиа и так далее. Поэтому вот ЭБС, которая для обычных нормальных наук, она, конечно, не подходит как платформа для изучения языка. Ну, а еще одна важная вещь, что мы все-таки с вами находимся в эпохе цифрового перехода, и он как раз, вот языки, это одна из таких важных рубежей, где происходит переход от классической технологии обучения с книгой на технологии цифрового обучения, то есть обучения на платформе. И вот этот вот переход, конечно, не безболезненный. Я считаю, очень много утрачивается, то есть самый простой путь или, или, да, или уж тогда какая-то цифровая платформа, как будто ничего до этого не было, да, далеко не все удается вот так вот оцифровать, перевести, или остается процесс обучения там на книжках, потому что на них все-таки сосредоточен огромный массив вот того, что наработано в этой сфере. Вот наша задача это все-таки некий компромисс и получить преимущество от цифровых инноваций, но не потерять выгоды от книги. То есть все альтернативные пути, они утрачивают вот эту пользу, они что-то там утрачивают. Вот так что наша задача вот этой платформы формировать, создать книжный платформенный формат там так, чтобы книга продолжала существовать и продолжала обучать в новых условиях. Ну, далеко, как я сказал, не всем это удается, да, в целом иностранные языки это всегда передовые IT-технологии и все-таки обычно задача цифровой платформы это именно наладить на ней сам процесс обучения, да, площадку для обучения языка. Вот SkyEnd, например, такая другая. Другой концепт это сопровождение учебников бумажных, ну, например, электронная рабочая тетрадь, да, все эти. Oxford, Cambridge демонстрируют, да, рабочие тетради переместились на платформе, но сам учебник остался бумажным. Вот мы идем все-таки по третьему пути, мы создаем совершенно иную платформу, которую можно назвать как цифровую библиотеку контента для изучения языков. Что это такое и для кого эта вещь? Наш ресурсный центр цифрового контента это прежде всего цифровая помощь преподавателю. Во-первых, задача сориентироваться в этом многообразии контента, сделать навигатор, собрать даже его там вместе, вот это многообразие книжное не утрачивать, а где-то предоставить в цифровом виде. Вторая задача это предоставить инструменты и средства для формирования собственного онлайн-курса, то есть новых цифровых инструментов на основании старого книжного материала уже созданного. Ну и третья задача это предоставить контент для узкоспециализированных предметных отраслей, то есть для профессионального образования прежде всего в СПО и в ВПО. Вот такие базовые задачи быть помощником преподавателя. Как мы это делаем? Главный наш концепт это то, что мы расшиваем книги на учебные цифровые кванты. и создаем на их основе конструктор некую песочницу, чтобы можно было свободно компилировать издательский контент, создавать собственные курсы, собственные материалы, но при этом по разрешенным лицензиям, соблюдением авторского права. Вам прекрасно известно, что если вы работаете с бумажными книгами, вы приобрели ее и закрыли все вопросы авторского права. Если же вы работаете в цифровой среде и по привычке что-нибудь скачиваете, загружаете, начинаете использовать, то вы сразу вступаете на преступную тропу. Вы сразу начинаете нарушать авторские права, у вас нет лицензии, и вот эта грань очень тонкая. Ну да, если ты в индивидуальных занятиях с учеником как репетитор что-то предоставляешь, это в принципе еще как бы позволено, но чуть-чуть выходя за вот эти грани индивидуального обучения, которое нам предоставляет законодательство, вы начинаете уже нарушать и по-всякому может быть, особенно в университетском пространстве, как только вы что-то там в университете опубликовали на общей платформе или еще где-то, вот все вы уже под ударом и кто знает, как это сейчас или потом может на вас отразиться. Вот, то есть мы вот этот вопрос с лицензированием для вас решаем и считаем, что это одна из ключевых задач платформы. Ну и благодаря этому мы можем собрать лучшие специализирования издательства, издателей, издания иностранного языка, да, иначе вам просто надо будет где-то все это таскать, пиратских сайтов там сканировать какими-то некорректными методами, но благодаря тому, что у нас это легально, то мы и сам контент можем предоставить в очень богатом ассортименте. Ну и наконец наша платформа решает такую проблему, как дефицитность контента для узкоспециализированных предметных тем, которым надо обучать специалистов в СПО и ВПО. Этот специализированные области во многом пересекаются с областью бизнес-инглиш, делового языка, но если вот в этих последних в деловом языке все-таки речь идет, как правило, об универсальных компетенциях, там, переговоры и так далее, то у нас как раз вот материал для именно профессиональной работы, да, кулинария, да, все понятия, тонкости, учебная литература по таким вот узким специализированным областям. Вот этого контента всегда очень мало, ну, и мы потихоньку его для вас собирает. Вот главные заслуги и главные наверное вещи, для чего создавалась эта платформа, и, как я сказал, сейчас она представлена в более удобном новом виде, на новой платформе, которая синтезирована из платформы электронной библиотеки, созданной на основе Битрикса, и системы дистанционного обучения, созданной на основе Мунда. Вот как это выглядит, я покажу. Начнем с электронной библиотеки и с главного контента книги. Да, книг у нас очень много, более четырех тысяч книжных изданий, при том, что часть была большая, но зарубежные книги этих издательств, ведущих, нам пришлось убрать. Более чем на 28 языков на сегодня распространяется наш ассортимент, и 36 профессиональных областей. Литература 15 издательств, которые занимаются иностранным языком. Вот основные цифры, характеризующие платформу. Я считаю, что практически все отрасли лингвистики здесь объединены, то есть не только по языкам, но и по глубине и уровням изучения, там переводы или преподавания, все, что встречается в этой области. То есть это не только учебники изучения языка, лингвистическая библиотека. Ну и вообще своего рода методический рай, то есть лучшие методики, учебные пособия. Мы собираем здесь различные школы, представляем в нашей не только в книгах, но и в выступлении спикеров различные подходы к изучению языка. в общем все, что может принести книга вот ее богатства. Вот так вот выглядит библиотека, в принципе, тут ничего такого непонятного или непривычного нет, как раз наоборот, это классическая электронная библиотека, где можно различным образом сортировать книги, ведется поиск, функционал, ну и, конечно, читать книги. Вот тут я бы остановился на очень важные методические проблемы. Мы предоставляем электронные книги, то есть книги в формате PDF. Удобно ли в них работать, особенно с языком? Я считаю, что здесь разбилось сообщество мнения ровно на два класса, одни считают, что очень неудобно, вот бумажные книги гораздо подручнее там заметочки делать, вот в руках держать привычно, да, ну и другой сторонники электронных книг, которые уже уловили плюсы и этого формата. Вот что я считаю здесь ключевым? Думаю, что приучаться к новому формату всегда непросто и не у всех получается. Но в том-то и дело, что вопрос стоит не в том, я считаю, насколько комфортен тот или иной формат, а в том, что мы с вами в процессе цифрового перехода с нами переучиваемся и приучиваемся к этим цифровым форматам. То, что было вчера неудобно, некомфортно, завтра будет как будто мы в этом родились, другого и не видели. Так происходит и в других сферах. Электронная книга постепенно расширяет и заполняет электронные медиа, вытесняет бумажную книгу. Так же будет происходить и в сфере языка. собственно, вот этот приход платформы это и есть переход с бумажного формата на цифровой. А электронная книга как некий посредник, такое последствующее звено. Ну и вот уже мое собственное наблюдение. Мне кажется, что наиболее удобный для электронной формы как раз учебник как формат. То есть книга, с которой имеешь дело недолго там изучил и забыл. Вот именно поэтому среди всей книжной отрасли мы занимаемся учебниками, которые наибольший процент имеют трансформации в электронный вид. Ну и там касательно иностранного языка, вы знаете, сколько стоят обычно эти качественные хорошие учебники. Ну это целое состояние. получить доступ к нему в электронном виде это кроме всего еще колоссальная экономия. Ну и у нас даются все форматы работы с книгой. Ее можно купить и работать с ней как с файлом pdf, но не все книги доступны в этом ключе. И вот кстати это уже к новым опциям. Некоторые книги можно читать только онлайн на нашей платформе приобретать, они стоят дешевле и работать с ними онлайн. Тоже уже привычный формат. Ну а инновационный формат, который раньше не было у нас и практически мало кого есть, это брать учебник в аренду. Мы предоставляем каждую книгу в аренду, можно взять доступ на один месяц, можно взять доступ на год. Соответственно цена экономия тоже колоссальная. Можно также взять в аренду целый тематический раздел, особенно это должно быть интересно для преподавателей. И опять же тут экономический эффект достигается в десятки раз. Ознакомиться с книгами, выбрать лучшее, сформировать онлайн курс на этой основе. Все это еще стало и недорого. Ну, вы видели, как книга представлена на платформе. Разумеется, электронная библиотека оснащена всеми инструментами навигации. Это и каталог книжный, детальный, профессиональный, и под каталоги, там, где в отдельных сегментах проекта подразделяется литература. Это и работа с фильтрами, поиск всего вида, фильтрация по автору, году издания, место издательства, дисциплине, цене, популярности и так далее. Все возможности. Следующая новая опция на нашей платформе это тематические подборки. Помимо каталога, который предметно, дисциплинарно разделяет контент, тематические подборки позволяют подобрать вот такие сливки, самый важный компендиум по тем вещам, которые не ложатся в традиционные классификаторы, например, аспирантом или магистром, или вот книжки без репетитора изучения языка самостоятельно, или специальные тематические рекламы, маркетинг, естественные науки, или там юристы, экономисты, или книгисты, переводчики, в общем, очень много и продолжает создаваться дальше вот такие небольшие тематические подборки. Так, я на вопросы пока сейчас не буду отвечать, в конце все вопросы скопом отвечу. Так, помимо вот учебной литературы и учебно-методической на нашей платформе есть уникальный проект, который мы тоже очень долго создавали, интереснейший, это коллекции классики художественной литературы. Вот, более двух тысяч книг собранных в этих коллекциях. Первая это коллекция английская и американская литература, тоже лучшие книги, все классики, это именно структурированы, отверстаны, подготовлены, не просто какие-то сборища текстов, а очень все аккуратно и цивильно сделано. Вот такая же крупная коллекция на немецком языке, немецкая литература, и даже вот коллекция немецкая философия на языке, опять-таки вот в пользу профессионального ключа. В общем, огромный ассортимент, чтобы своих там учеников знакомить именно через интересные тексты. Еще один такой специальный блок издательской коллекции. Ну, в целом мы формируем нашу коллекцию из огромного количества издательств, это больше двухсот издательств, там могут быть университетские издательства, коммерческие издательства, но, конечно, среди них есть и специализированные, которые вот очень ценные, очень качественные, и они собраны в такие издательские коллекции самостоятельные, например, коллекции Московского государственного университета Мориса Тореза, крупнейшая, наиболее авторитетных авторов, одна из лучших коллекций, которую можно только в нашей стране найти, при этом она эксклюзивная, доступна только у нас, на нашем ресурсном центре. Ну, такие же интересные и богатые коллекции есть издательства Каро или Флинта, Проспект и так далее. Ну, вот наши партнеры и крупнейшие издательства, которые зарекомендовали себя, особенно в профессиональной литературе, Флинта, Проспект, Владос, по русскому языку, Златоуст, русский язык, общая учебная литература, как Айрис, Пресс, Антология, то есть те издательства, которые кроме иностранного языка ничего больше ничем не занимаются. Большая часть, которая до сих пор говорилась об учебной литературе, но, как я вам сказал, у нас есть и отраслевая литература, то есть по сути дела не учебная, а учебная литература на языке в разных областях, эта литература очень востребована для иностранных студентов, чтобы преподавать предметы на английском языке. Как правило, эти книги там очень разрозненные, их трудно собирать, видите, здесь для дизайна книги по-французскому или там введения в нанотехнологии на английском для юристов, то есть это уже такие для предметников свой пласт литературы. У нас был огромный здесь пласт от издательства Pearson, но опять-таки вот эти ушли, остались как правило те, которые создаются у нас на уровне университетов и ими можно пользоваться. Ну и как я сказал, у нас можно найти языки, которые вряд ли где еще найдешь, эксклюзивные, редкие, древние языки, конечно же древнегреческий, латинский язык, это и модный сегодня, например, корейский язык, вот один из самых изучаемых, и китайский язык, само собой, очень много литературы, вообще восточных языков у нас, иранский, азербайджанский, армянский, грузинский, любые языки, конечно, вы у нас найдете. Там, где книга, всегда стоит рядом аудиокнига, для иностранных языков особенно интересный формат, лучший формат для аудирования, мы тоже это собираем, сотни изданий в аудио формате, тоже практически используйте для своих занятий, великолепный методический инструмент. Ну, и, наверное, самая крупная коллекция и совершенно самостоятельный блок в нашем ресурсном центре это РКИ, русский как иностранный. Здесь очень много учебных пособий разных университетов, здесь ключевые такие авторитетные издания, как Златоуст, русский язык курсы, Линта, КОРО, в общем, те, которые обязательно в каждом университете, где изучают, где учатся иностранные студенты. Более полторы тысячи изданий собирает только эта коллекция, одна из крупнейших учебных коллекций по РКИ. Здесь собраны все методические категории словари, учебники для УЗов, учебники по методике, страноведение и так далее. Обращаю ваше внимание. Так что вот это наша книжная коллекция, 4000 книг еще раз, колоссальная, здесь надо порыться, каждый найдет то, что ему нужно по его задачам. Мы развиваем эту коллекцию, привлекаем новые издательства, авторов, издания, наше издательство тоже довольно много литературы имеет специальный для иностранного языка. В общем, приглашаем пользоваться этой библиотекой. Ну, а следующий блок, модуль, и это одно из основных ноу-хау вообще нашей платформы, это онлайн-курс. Раньше этот раздел назывался «Топики упражнения», сейчас мы расширяем концепцию до онлайн-курсов, собственных онлайн-курсов. Ну, во-первых, это интерактивный контент, он создан на основе книг, именно цифровая трансформация, о которой я говорил. на сегодня это уже тоже внушительная коллекция, собирает более пяти тысяч учебных интерактивных квантов для создания собственных онлайн-курсов. да, и как я сказал, ключевая цель осталась той же самой для преподавателя формирования собственного онлайн-контента, но наш формат приобрел и самостоятельные значения, и здесь он имеет интерес для обучающего, для студента, то есть дает возможность прохождения собственных индивидуальных обучающих траекторий. Как это происходит, я сейчас покажу. Это собственно интерактивный контент с профессиональной специализацией, да, он разбит по разным профессиональным сферам, инженеры, кулинары, айтишники, бизнесмены, искусство и дизайн, ну и разумеется, различные компетенции, деловая переписка, переговоры, собеседование, международные отношения, в общем, все, что может, где-где язык нужен в первую очередь. Эта коллекция у нас развивается, ну и первый там блок вообще уже около 36 таких аспектов, вот приведен здесь на таблице деловая профессиональная коммуникация для естественно научных специальностей, для изучающих программирование информатики, для творческих специальностей, юридических, инженерных специальностей, социально-гуманитарных специальностей, экономистов, управленцев, юристов и так далее. В общем, все области знания. Ну и немножко о самой концепции методической доктрине, которую мы изучаем. в общем, мы все таки язык не для уровня A, а для уровня B и C, то есть для более развитого владения. Поэтому вот такие общеуниверсальные аспекты мы оставляем немножко в стороне за скобками, то есть изучение грамматики, общей лексики, фонетики, это вот изучают на других платформах. У нас, конечно, все можно найти, но просто вот концептуально оно на периферии нашего внимания. А что требуется для того, чтобы обладеть именно профессиональной областью языка? Здесь совершенно свои направления развития, но, конечно, в первую очередь это лексика и ее расширение. Требуется очень много новых слов, касающихся области знаний, это все представлено в типичных текстах, глоссарях, упражнениях, там, на словарных запасах, в общем, расширение лексики. Относительно для тех отдельных областей применения это погружение в эту область, то есть требуется воспроизвести вот все словесное и глагольное как бы сферу, где, который используется в этой вот отдельной предметной сфере, то есть некое погружение в эту профессиональную среду. Ну и, наконец, коммуникативная специфика требует развития, конечно, в виде практики, то есть свободной коммуникации, владением фразеологии, диаматикой и так далее, тем, что помогает общаться, то есть в отличие на практических занятиях. Вот такие вот вещи касательно узкоспециальных вещей, это всегда в большом дефиците, ну и вот мы стараемся объединить весь этот контент, который и объединяет и профессиональный лексикон и коммуникативную практику разных упражнений. Как пример возьмем туризм, да, как это у нас представлено, как мы это разрабатываем, ну, прежде всего лексика, относящаяся ко всем аспектам этой сферы, сферы услуг, гостеприимства, географии, путешествия, зачастую очень-очень разные области. Эти области мы фокусируем, да, локализуем межперсональное общение, здесь гостиничный, бизнес, сервисы, все, что с ним связано, рестораны, все, что с ними связано, экскурсии и так далее. Мы можем представить, из чего эта область состоит. Ну и развитие коммуникативной специфики, то есть коммуникации во всех этих сферах, там, экскурсовод, что говорит, там, что понимать, там, услуги, то, что должен знать каждый специалист, который в ней работает. Вот, ну, как пример. Вот так это выглядит, да, каждый блок, соответственно, профессиональный блок построен по модульному принципу, объединяет в себе разные блоки, которые делятся внутри из разных разного вида контента, да, ну, прежде всего, самый большой класс это упражнения, да, причем классифицируется по уровню сложности от простого до сложного, по международной классификации, по видам своим, упражнения речевые, вопросно-ответные, контролирующие, языковые, переводные и так далее. Очень важная функция нашей платформы стандартизация. Даже если вы возьмете книги отдельные, в каждой будет свой подход, своя терминология, вот мы весь комплекс книг, которые мы через себя протащили, как бы, мы их стандартизировали и стало, это превратилось в единую такую базу данных, которые очень удобно как раз пользоваться для контента для своих занятий. Ну, помимо упражнений большой роль играют тексты и топики, для каждой проблемной области некий такой типичный текст, где прорабатывается лексика, ну, а также видеоролики, аудиоролики, аудиозаписи. вот так вот выглядят тематические блоки, да, как правило, они включают в себя несколько элементов, текст, глоссарий к нему и упражнения к нему, да, вот все, что нужно для того, чтобы отработать эту тему. Вот по количеству могу сказать так, что один модуль представляет где-то сто учебных квантов, вот это тема, чем вы можете распоряжаться и использовать уже для своих задач. Ну, вот, например, да, так выглядит текст, и текст, конечно, основа изучения профессионального языка, без него никуда. мы собираем очень много таких вот специальных текстов, которые должны быть интересными. Вот, как я подчеркнул, у каждого текста есть источник свой книжный, да, и внизу текста вы можете увидеть его, откуда это взят, если вам понравилось, вы можете эту книгу приобрести, да, перейти к ней или для организации купить доступ, или там самостоятельно как физическое лицо. Так выглядят глоссарии, которые можно, которым изучаются словарь топика. Ну, и обращаю внимание, это свойственно для каждого упражнения, каждый элемент можно или распечатать, это будет там на страничке актуальный, потом раздавать своим студентам, или скачать, загрузить, а потом загрузить это в свой онлайн-курс. Вот, еще раз подчеркиваю, видите, это не только формирование онлайн-курса, да, но и материалы разработки в печатном виде для аудиторных занятий. виды упражнений. Ну, в целом у нас два вида текстовые интерактивные, простые и сложные, да, текстовые, которые составляют большую часть обычно книжных учебников и особенно по работе с топиками, они простые, здесь задаются вопросы, должны отвечаться, можно распечатать это, ну, а вот интерактивы, они уже у нас сформированы на основе Moodle, потому что он позволяет реализовать практически любые интерактивы, которые нам нужны, ну, и в целом это, хотя выглядит строго, да, вот как вы видите, тоже достаточно синтартизирован, но все-таки мы ориентируемся на уже какой-то такой серьезный уровень профессионального образования, и такую сохраняем некую академичность, и обращаю внимание, если вы даже в книгах встречаете такие упражнения, в общем-то все они взяты из книг, я здесь ничего там не прячу, но все упражнения у нас содержат ключи, которых как правило нет в книге, то есть мы конечно очень большую дополнительную работу совершаем над книгами, это не просто перекинуть из печатного формата в цифровой, вот соответственно можно получить ответы, потом можно получить оценку за прохождение упражнений, и на этом строится индивидуальный студенческий проекторий. Очень много разных видов интерактивных заданий, это не просто выбор правильного ответа, а как вы видите, прежде всего упражнение на соответствие, соответствие с перетаскиванием, краткий ответ, даже кроссворд и прочие занятия, которые могут создавать мотивацию, интерес для ученика. Ну и конечно куда без видеороликов и аудиозаписей, отдельные блоки наших модулей предлагают и этот контент для аудирования, для развития понимания. Итак, как вы видите, конечно, в первую очередь вот такой формат должен быть удобен преподавателю, да, распечаткой учебных квантов, или там загрузкой, их, в общем, каждый элемент можно отдельно получить для себя, для собственного курса, для собственных материалов. Наш ресурс является конструктором и коллектором тематического контента. Не надо искать по многим книгам, сразу получаете очень большой массив. Дальше доступ предоставляется по подписке, я еще о ней скажу, и благодаря этому огромное ценовое преимущество работы с книгами. Удобная распечатка, доступ для студентов онлайн, то есть вот это траектория превращения контента книг в интерактивы. То, что требуется сегодня от каждого преподавателя, чтобы быть интересным для обучающегося. Ну, а для студента открывается тоже целая траектория развития. Ну, это направление мы только начинаем осваивать, создание прохождения индивидуальных учебных траекторий. Вы уже можете представить примерно, как это одно за другим проходится, в дальнейшем можно будет конфигурировать различные упражнения, топики, то есть не только преподавателю делать такую выборку, из квантов, но и студенту. Перестопики, глоссария, упражнения, аудирование, оценки своих знаний. Вот это точно, над чем мы работаем и будем работать. Ну, что ж, собственно, вот такой общий облик я вам предоставил. Обращу еще внимание, что помимо нашей платформы, если учебная организация имеет доступ к электронной библиотечной системе, то все книги, на которые она подписана в искусственном центре, будут доступны ей и в рамках электронной библиотечной системы. То есть это как бы параллельная платформа для того, чтобы учащиеся там не уходили из ЭБС, для того, чтобы они свободно могли использовать это в своих рабочих программах, в АБИСах вузов, то есть так, как организована работа с литературой учебной в самом университете. Очень важный такой параллельный формат совмещения. Ну и самой платформы тоже не исчерпывается наша работа, то есть есть канал ВКонтакте, который сопровождает наш ресурсный центр, и конечно же учебно-методический центр Директ-Академии, где осуществляется методическая поддержка и вебинары, в том числе по языковым и инвестическим специальностям. Вот например, как создать электронный учебный курс, вы там можете научить. Вот то есть это такой комплексный объемный учебный центр, а не просто ресурсный центр. Ну и последнее, с чем я бы хотел вас познакомить, это те инновации, которые мы попытались внедрить и над которыми работаем, и собственно эксклюзив, который вы не найдете ни на какой иной платформе. Ну как я считаю, вы не найдете нигде такой объем специализированной узкопрофессиональной литературы для СПО и ВПО, кроме как у нас на нашей платформе. Но не только это, вы не найдете такого собрания художественной литературы на иностранных языках, потому что вот те собрания, которые я вам показал, это действительно очень издательски, редакторски, тщательно подобранные, оцифрованные, качественно оцифрованные книги, которые создавались годами нами. Ну и в целом гигантская база данных книжного контента, которая вот так разложена на кванты, которую можно использовать на своих занятиях на легальной основе, в онлайн курсах и на своих занятиях. Вот я считаю, это главный вклад, который делает наша платформа. Ну и конечно, поскольку эта платформа начинается интенсивное развитие различных таких фишечек, в частности с использованием элементов искусственного интеллекта. Эти вещи, конечно, мы только пока разрабатываем, но кое-где уже можем показать. Ну например, аудиофрагменты у нас на платформе прочитаны искусственным интеллектом. Как вы можете понять, это отличная читка, это даже там лучше, чем у диктора с дикцией на основе речевых синтезаторов очень четко, очень понятно. Соответственно, аудирование в таком формате и легче, и эффективнее. Ну а дальше мы работаем над тем, чтобы искусственный интеллект помогал создавать интересные упражнения и тренинги для нашего ума, в частности одно из направлений анализ лексики вот этой профессиональной составлении глоссария. Все, что мы имеем, это немногочисленные учебники, мы верим, что искусственный интеллект позволит нам вот так прорабатывать любую специальную область, даже по которой нет учебников. Соответственно, создание топиков под тематические сегменты и грамматические задачи, то есть, если вы имеете задачу вот создать тексты, на которые у вас только представление там о лексике, которая должна там использоваться, искусственный интеллект может вам удобоваримый текст для учебных целей создать, я думаю, это будет прекрасное решение. Адаптация литературных текстов под определенный уровень, это еще одна задача для искусственного интеллекта, разумеется, вот та коллекция Шекспира, Марка Твена и прочих классиков, не каждому будет по зубам, искусственный интеллект может рубрицировать по уровням сложности и где-то упрощать эти тексты, да, сейчас эту адаптацию делает человек и поэтому у нас не так уж много вот таких книг, но они, кстати, тоже есть в большом количестве на нашей платформе, вот, практически любое художественное произведение можно немножко опустить до того уровня, который у вас доступен ученикам. Ну, и, конечно, проверка усвоения текстов. Искусственный интеллект способен задавать вопросы, чтобы там определить, понимать, поняли вы содержание, не поняли. Вот, ну, и одно из интереснейших направлений, над которым мы думаем и работаем, это диалог с искусственным интеллектом, с ботами, да, вы можете на свои профессиональные темы поговорить в таком необязательном разговоре с искусственным интеллектом, ну, как вот с Алисой, да, сегодня, вот мы для этого мы внедряем аудирование на нашу платформу и впоследствии аудиоконтроллер речь, чтобы можно было, чтобы он и оценил правильно ли ваши там формы и где вы сделали ошибку. Вот, то есть очень большое поле интереснейших исследований, которыми мы занимаемся и надеюсь вы будете постоянно такие новости получать от нас. Ну, что ж, вот общий рисунок той платформы, которой у вас есть доступ, теперь немножко о возможности доступа и подписки к нему. Эта платформа вот в отличие от старого решения, она в равной степени обращена и к юридическим лицам, которым мы всегда работаем, организациям, и к физическим лицам, то есть все практически опции доступны для отдельного физического лица и он имеет здесь несколько возможностей. Ну, первое, как всегда, приобретение полной книги в виде файла PDF, раньше требовалось уходить там в интернет-магазин, сейчас можно на этой же платформе, причем и в виде файла можно и в виде, как я сказал, аренды, да, с большой экономией финансов. Аренда дается на месяц и на год. И тоже, чего раньше не было, доступ к модулю онлайн-курсов. Если вам нужен какой-то там отдельный модуль, вы тоже приобретаете его по стоимости, пока это по запросу менеджера и пожалуйста пользуйтесь сколько хотите. Это вот к отдельным преподавателям или там учащимся, всем, кто хочет пользоваться. Учебные организации, они работают в более традиционном ключе вместе с нами. Во-первых, там фигурируют уже корпоративные цены, они розничные. Покупка, как правило, осуществляется через библиотеку университета. Ну, а на сайте можно и выбрать тот контент и затем связаться с менеджером. Вот в чем отличие ресурсного центра для университета от ЭБС, если ЭБС принято брать там базовую коллекцию и сильно там не задумываться, то ресурсный центр, поскольку контент достаточно дорогой, нужно выбрать то, что вам именно нужно. Здесь есть то, что мы называем базовой коллекцией ресурсного центра, то есть она действительно сравнительно недорогая, можно скопом купить это и очень выиграть в цене, но очень много контента, который не входит сюда, то есть издательский контент через издательские коллекции, через индивидуальные издания, и это просто не по зубам никому вот все купить, поэтому требуется выбирать, но подчеркиваю, можно выбрать и отдельные книги, можно выбрать целому разделы, причем мы даем тестовый доступ для организации на какое-то время, ну и само собой доступ к тематическим модулем онлайн-курса упражнений и топики подключить с подключением интерактива, вот, в общем здесь уже я думаю в этом формате должны работать там кафедры и языковые институты вот и выбирать то, что им нужно по разным направлениям, ну вот такая вот информация о том, как получить доступ к контенту, ну что ж, в принципе все, что хотел я сказал, тогда отвечу на ваши вопросы. Так, платная платформа или бесплатная? Ну, да, платная платформа, но возможность тестового доступа для организации есть. Вот, запрашивайте менеджеру и уже работайте с ним, получайте тестовый доступ и в дальнейшем вот определяйте всю конфигурацию. Как я вам сказал, но у нас даже не только менеджер работает, работает и методист, то есть с ним вы можете обсудить вот для каких целей, что вам подходит, не подходит, что выбрать. как школьники могут получить доступ к художественной литературе на языке. Как я сказал, как физические лица, пожалуйста, можете доступ к отдельным книгам или к разделам приобретать, как в обычном интернет-магазине или как к разделу, как к электронной библиотеке. Вот, ну и отдельно может школа, как учебная организация. Зачем платить каждый месяц за доступ к книге, если за эти же деньги, можно ее скачать и продолжать дальше пользоваться бесплатно. Ну вот тут вопрос правильно поставлен, но есть своя заковырка. У нас книги разных издательств по разным условиям. Некоторые издательства не разрешают скачивать свои книги от слова совсем. То есть нельзя пользоваться книгой в виде файла. Ну из соображений конечно безопасности и распространения этого. И в таком случае эти книги можно читать только онлайн с кайта нашего. Соответственно он навсегда привязан. То есть вы можете только какое-то время. Минимум месяц, максимум год или два. То есть придется оплачивать эту книгу за год использования. Ну других способов нет. Это вот цифровые форматы. Как URL нашей платформы. А неужели не было какая-то недоработка EnglishDirect.ru да, если вопрос по EnglishDirect. Где-то должна она быть вообще-то. Ресурсный центр иностранных языков EnglishDirect. ссылочка. Да, действительно URL наверное где-то проскочила. учебники по-английскому должны быть аутентичными, иначе это Russian English. Ну тоже правильное замечание. в целом у нас есть какие-то чисто английские книги. Ну как я сказал, раньше на платформе у нас мы были эксклюзивными дистрибьюторами издательства Pearson в электронном виде. Но сейчас этот контент ушел. Тут ничего не поделаешь. Скажите пожалуйста ВУЗу можно оформить подписку только на книги например по английскому немецкому языку или нужно оформлять подписку на весь ресурс. Вот собственно я на этот вопрос ответил. На весь ресурс вы практически не можете вообще ни в каком виде оформить подписку. Потому что это очень дорого будет. Вот собственно ради этого мы и составляли делали платформу чтобы можно было выбирать точечно именно то что вам нужно. Можно большими блоками скажите пожалуйста кем озвучены аудио и видео задания. Так про аудио я сказал это искусственный интеллект то есть речевые синтезаторы а видео задания это разные источники ну в общем основной это YouTube то есть из разных контекстов. как можно оформить подписку к КБС ресурсного центра индивидуальному пользователю вот КБС нельзя подписку оформить а вот индивидуальному пользователю можно так что там на сайте нажимаете кнопочки все которые нужно купить заказать и или покупаете или разговариваете с нашим методистом менеджером доступна ли ваша платформа в Китае ну вопрос конечно интересный пока не было запросов вот у нас есть агенты в Китае которые могли бы при желании предоставить доступ и там но на сегодня нет скажем так так многие наши авторы используют аутентичные тексты в качестве базы на базе этих текстов используют упражнения но касательно аутентичных текстов да это английские я имел ввиду учебники не английских авторов как правило в большинстве наши отечественные учебники но там используются как правило аутентичные тексты созданные англичанами так скажем так вот значит как попасть в ресурсный центр из ЭБС аудио озвученные и видео иноязычные относительно языка из Ютуб да все правильно ну что ж вот вроде все а так еще там наверное вопросы так как можно оформить подписку сколько будет стоить пользование платформы будут ли там бесплатные аккаунты ну бесплатные это только вот в виде тестового доступа ну для ориентации скажу что для учебной организации университета вот базовая коллекция ресурсного центра стоит что-то около 200 тысяч но подчеркиваю кто работает с нашей ЭБС знает что это зависит от величины организации да у одних там больше у других дешевле вот это средняя такая цена для средней величины вуза вот ну а там какие-то вещи книги отдельные одинаково стоят такая была не просто вы собираете эти количества книг и мы вам рассчитываем вот так что связывайтесь все посчитаем создадим скидки найдут то что им то что они ищут ну что ж коллеги тогда благодарю вас за то что выслушали чтобы было так много вопросов в общем переходите на нашу платформу пользуйтесь так я бы вот здесь Татьяна а мы не можем вот перепрыгнуть сейчас онлайн на платформу это вот у нас в системе нет такого просто на сам сайт перепрыгнуть но я думаю каждому не будет большой сложности зайти на ресурсный центр English директору и посмотреть все о чем я рассказал кстати Николаевич все можно можно демонстрация экрана если нужно показать что значит перепрыгнуть показать сайт демонстрация экрана да но я вот так не нашел а чего хотим продемонстрировать наш ресурсный центр как просто как выглядит да для полноты раз уж ну если для полноты тогда сейчас сейчас попробуем это вы можете да я не могу так можете 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 вы ну давайте уши так коллеги посигнальте пожалуйста огоньком видно ли на огонек нажмите видно ли страничку с книжками ага видно все да вот перелистать ее так вниз немножко вот это все вещи которые я рассказывал издательство книги отзывы вот так что добро пожаловать и вот пожалуйста каталог по каким языкам страница онлайн курсов о проекте все можно более подробно посмотреть включая лицензию издательства страничка контактов подборки по каким темам здесь есть подборки аспирантам магистрантам каталог ну вот 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 она выглядит он несложный не гигантский ну и вот кнопочки здесь баннер такой прилистывающийся на каждой теме кнопочки можно сразу переходить к заинтересовавшись теме короче все интуитивно просто понятно так что заходите смотрите выбирайте нажимайте вот и вот так вот выглядит он если из ЭБС я так понимаю из раздела сервиса тоже можно попасть в ресурсный центр вот я зашла под своей учеткой в ЭБС это для пользователей ЭБС и вот мы попадаем на страничку ресурсного центра здесь немножечко чуть по другому выглядит интерфейс ну по крайней мере то на что я попала зайдя как пользователь вот в разделе сервиса заходите под своей учетной записью раздел сервиса ресурсный центр и попадаете туда либо можно вот сразу главный да и сюда можно попасть по той ссылке которую я вам дала или вот отсюда из раздела проекты главная страница biblioclub.ru если ссылку ресурсного центра сейчас потеряли вы всегда можете набрать biblioclub.ru и вот чуть не спролистать раздел проекты и вот ресурсный центр 3 возможных варианта как найти как зайти да в бс только нет онлайн курсов да ну что ж коллеги тогда благодарю за внимание и и Продолжение следует...